чтобы пробовать сделать свою первую анимацию вам нужно скачать программу под названием after effects ее можно скачать на официальном сайте adobe вам нужно нажать пробовать бесплатно и начать вы скачаете пробную версию в которой можете попробовать сделать свою первую анимацию после этого в папке rocket animation вы открываете файлик под названием либо rocket либо rocket copy для тех у кого after effects 19 версии тот открывает rocket для тех у кого версия старее те открывают файлик rocket copy чтобы сделать наше первое задание мы на него сейчас посмотрим это наш референс наш пример мы будем делать вот такую вот анимацию она достаточно простая здесь ничего не сложного сейчас мы со всем разберемся открываем один из этих файликов и у нас открывается программа что мы здесь видим тут очень много кнопок в принципе сегодня нам не понадобятся они все я буду рассказывать вам только про те которые 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 нам будут нужны в данной работе быстренько пробегусь по интерфейсу чтобы было понимание что вообще где находится вверху у нас находится toolbar это всякие инструменты которые помогают нам в анимации сегодня нам пригодится selection tool и hand tool сначала мы выберем selection tool он позволяет выбирать объекты и перетаскивать их куда-нибудь и hand tool который позволяет нам сдвигать нашу композицию так как нам будет удобно ее поставить возвращаюсь в selection tool что у нас здесь есть дальше внизу вот здесь у нас есть project manager это окно куда мы грузим все наши исходники с тем те файлы с которыми мы работаем в данном случае мы работаем с картинкой она была нарисована воду иллюстратор это специальная программа для рисования в принципе рисовать можно также в after effects какие исходники вы будете использовать в принципе не важно данная картинка была нарисована там и она была сюда загружена через project manager то есть сюда нужно просто перетащить ваш файлик и вы сможете с ним работать дальше внизу поле называется таймлайн она очень важная здесь мы будем делать анимацию расставлять ключевые кадры в принципе основная вся работа происходит нас в этом поле вот здесь вот поле со скриптами и всякими настройками они некоторые из них доставляются вызываются закрываются и так далее нам в принципе они сегодня не пригодятся это для более сложной анимации поэтому на это поле можете особо не обращать внимание и сам вьюпорт в котором отображается наша композиция в котором в этом поле да мы будем наблюдать за тем как развивается наша анимация что мы будем сделать давайте разберемся немного с навигацией какая навигация у нас во вьюпорте если вы хотите куда-то приблизиться увидеть элементы до побольше то вам нужно просто покрутить колесико мышки да и соответственно вы приближаетесь если вы хотите приблизиться туда где у вас курсор мыши то вам нужно зажать alt и крутить колесико мыши тогда вы приблизитесь туда где ваш курсор если вы куда-то приблизились и хотите передвинуться то вам нужно взять хэнту но это делать не обязательно то есть переключаться между инструментами также тут есть горячие клавиши которые вам помогут это сделать во вьюпорте если у вас находится selection tool то вы зажимаете пробел на клавиатуре и у вас появляется хэнту такая лапка которая позволяет вам перемещаться если вы потерялись своей сцене не понимаете где вы находитесь и что происходит то либо вы сильно отдалились куда-то либо вы сильно приблизились то вы всегда можете нажать на вот эту кнопку это масштаб нажимаете на нее и нажимаете на фид и тогда ваша композиция остановится по рамкам вьюпорта то есть вы как бы возвращаетесь в изначальный вид и вам все понятно что где происходит и и где находятся вообще ваши элементы ваша сцена давайте начнем тогда наш таймлайн визуально делится на две части то есть вот здесь вот одна часть и вот здесь вот вторая часть первая часть это часть с наименованием слоев каждый из элементов которые мы хотим анимировать отдельно допустим вот если эта ракетка должна двигаться отдельно от всей картинки то она у меня в отдельном слое если у меня планетка должна как-то себя вести отдельно от всего рисунка то она тоже в отдельном слое это все делается в иллюстраторе и разбивается все по слоям и в данном случае у нас уже есть готовых 53 слоя да с которым мы будем работать то есть каждый элемент который отдельно двигается он в отдельном слое находится и у этих слоев здесь что нам нужно сейчас на данный момент понимать тут есть всякие разные настройки они вот здесь переключаются пока что они нам не пригодятся что нам нужно понимать про свои это то что здесь существует иерархия то есть те свои которые находятся ближе к единице они перекрывают те свои которые находятся ниже чем под ними то есть если я возьму допустим эту ракетку она у меня вторым слоем и перемещу ее куда-то под низ там вот допустим под двадцать седьмой слой то вот эти планетки теперь находятся выше по иерархии соответственно они выходят у меня на передний план чтобы отменить действие вам нужно нажать control z так и в любой другой программе сколько раз вы нажмете control z столько действий вы и отменить также здесь у нас есть у таймайна да как-то визуально такая вторая часть которая позволяет нам расставлять ключевые кадры и здесь находится у нас время 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 начинается с нуля и дальше двигается в эту сторону проходит здесь секунда здесь две секунды три секунды четыре секунды и пять секунд реального времени что это за деление вот такие вот у нас здесь на таймайне есть ну как я уже показала здесь у нас находится секунда вот здесь проходит две секунды да и так далее но в промежутке есть еще всякие мелкие деления. Что они значат? Это фреймы, то есть кадры. В одной секунде, вот здесь вот, от нуля до секунды, у нас 25 делений находится, у нас 25 кадров в секунду. То есть в каждом кадре я могу поставить ключ и делать свою анимацию. В общем, когда мы будем расставлять ключи, я думаю, это будет понятнее. У каждого слоя, который у нас здесь есть, есть свои треки анимации. Они у всех одинаковые, их не так много, они достаточно простые, но они позволяют делать довольно-таки разнообразную анимацию. Мы сейчас с ними познакомимся. Чтобы посмотреть на треки анимации, нужно найти слой, который хотите анимировать. В данном случае я выберу, допустим, вот эту ракетку. Я нажимаю на нее и нажимаю на вот эту вот стрелочку. То есть у каждого слоя, видите, есть здесь стрелочки. В данном случае меня интересует ракетка, поэтому я нажимаю именно сюда. Нажимаю на эту стрелочку и открываю вкладочку, которая называется Transform. Это трансформации, которые могут происходить с объектом. Мы познакомимся с основными, которые понадобятся нам в этом задании. Это Position, Scale, Rotation и Oppacity. Position — это позиция объекта в оси координат. Двухмерное пространство у нас здесь есть, то есть у нас есть иксы по горизонтали и по вертикали икрики. Первое значение — это иксы, второе значение — это икрики. Вот эта координата — это координата точки, вот этой центральной точки Anchor Point, якорная точка, как хотите, так ее и называете. Это координата данного объекта, получается. Если мы хотим передвинуть этот объект, то мы можем взять Selection Tool и подвинуть его туда, куда мы хотим его поставить визуально. Соответственно, вот здесь у нас меняются сразу две координаты. Заметьте, если я передвигаю этот объект, у меня меняются сразу две координаты. Я возвращаю сейчас все на место. Если я хочу двигать объект только по одной координате, допустим, только по X, либо только по Y, если я буду делать это во вьюпорте, то мне нужно взять объект, начать его передвигать и зажать Shift на клавиатуре и тянуть либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево, тогда он у меня будет перемещаться ровно по одной из осей, туда, куда я буду тянуть. Это если я хочу это сделать во вьюпорте. Если это я хочу сделать вот здесь вот в настройках, то я могу просто зажать значение клавишей мыши, зажимаю и вправо-влево ввожу, соответственно, я меняю это значение. Это значение в пикселях можно вписать. Допустим, если вам надо на координату, допустим, 400 по X встать, то вы можете написать на клавиатуре 400 и наша ракетка переставится на 400. Дальше. Scale. Scale — это масштаб. По дефолту, то есть изначально, когда вы загрузили ваши файлы в программу, каждый из слоев, находящийся в программе, то есть вот эта ракетка, вот эта планетка, вот эта маленькая планетка, все элементы, независимо от того, какого они размера, они имеют стопроцентный масштаб. Если вы хотите увеличить либо уменьшить эти объекты, вам нужно просто зажать клавишу мыши на значении и тянуть либо вправо, либо влево, так же, как и на позиции. И, соответственно, если больше делаете значение, увеличивается объект, если меньше, то объект уменьшается. Также вы можете прописывать значение на клавиатуре. Допустим, если вы хотите, чтобы объект полностью исчез, нужно поставить его масштаб 0 и, соответственно, он просто потом пропадет. Потом вы будете увеличивать значение и вы увидите, как этот объект растет. Если я меняю одно значение, допустим, вот пишу 100 на у, то иксы у меня меняются одновременно. То есть это пропорциональное масштабирование. Одна и вторая сторона пропорционально увеличивается либо уменьшается. Если мне нужно растянуть, либо стянуть объект только по одной из осей, то я снимаю здесь лог и работаю либо с иксами, либо с игриками. Я верну сейчас все так, как было по дефолту, то есть 100% везде и лог. И пойдем дальше. Rotation. Rotation это поворот. Второе значение вот это вот, это градусы. То есть вы точно так же зажимаете клавишу мыши, вправо-влево вводите и смотрите, в какую сторону у вас вращается объект с плюсом, либо с минусом. Вы можете также прописывать какое-то определенное значение на клавиатуре. Что значит вот это вот значение? Это значение значит полные обороты. Допустим, если вы крутите ваш объект и подходите к 360 градусам, то у вас сразу здесь переключаются градусы. Вот тут появляется единичка и 9. Что это значит? Это значит 360, то есть полный один оборот и еще 9 градусов. Если вам, допустим, нужно прокрутить ровно на 5 оборотов объекта, вы можете здесь нажать 5 и он сделает ровных 5 оборотов. Так. Идем дальше. Opacity это прозрачность объекта. Опять же по дефолту. Opacity стопроцентная. Если вы начинаете уменьшать Opacity, ваш объект становится более прозрачным, все больше, больше, больше прозрачным. И в итоге, если вы поставите 0, то он пропадет полностью. И объекты, которые под низом, соответственно, становятся у нас видны, которые стоят ниже в иерархии под этим слоем. Как расставлять ключевые кадры и как непосредственно анимировать? Ну, давайте начинать с того, что посмотрим на наш референс. Что происходит с нашей ракетой? Она залетает снизу, становится на то место, где она сейчас у нас, вот здесь вот стоит, и потом улетает наверх. Возвращаемся к нашей сцене, возвращаемся к нашей ракетке и смотрим, что мы можем сделать. Ну, во-первых, так как я уже говорила, время у нас разбивается в эту сторону. Вот здесь это начало, да, 0, потом у нас проходит секунда, 2 и так далее. Как расставлять ключевые кадры и как работать с данной сценой? Смотрите, сейчас наш объект уже стоит на середине своей анимации, то есть у нас эта ракетка должна в эту позицию прилететь. То есть изначально она как бы у нас внизу стоит, потом она прилетает сюда, стоит тут какое-то время и потом улетает наверх. Так как она у нас уже вот здесь посередине, у нас уже есть какая-то координата, да, ту координата, в которую должна прилететь эта ракетка. Мы ее можем запомнить, но мы не будем запоминать ее на начале, потому что на начале, по сути, где-то в начале времени наша ракета должна внизу находиться, а не на середине. Поэтому мы отступим немного времени, допустим, одну секунду, и поставим первый ключевой кадр, который запомнит, что наша ракетка находится на вот этой координате. Как это сделать? Рядом с каждым треком есть вот такие часики. Если вы хотите поставить первый ключевой кадр и активировать трек, то вам нужно напротив того трека, который вас интересует, включить эти часики. Вы нажимаете на часики, и у вас ставится первый ключевой кадр, который выглядит как вот такой вот ромбич. После этого, что After Effects делает? Он запомнил в этом времени на одной секунде вот эту вот координату для данного объекта. После этого вы берете рычажок таймлайна. Как вы заметили, он очень важен. Где он стоит, там и поставится ключевой кадр. Поэтому не забывайте про него. Берете рычажок таймлайна, и он отмеряет как бы вам время. Вы двигаетесь назад во времени. И я двигаюсь на ноль. Передвинулись мы на ноль. И после этого, чтобы поставить второй ключевой кадр, нам нужно поменять значение у позиции. То есть не нужно, опять же, нажимать на эти часики. Просто надо передвинуть эту ракетку. Как вы можете это сделать? Вы можете сделать это с помощью вот этих значений, зажимая клавишу мыши и опуская вниз эту ракету, по игрекам в данном случае. Либо вы можете сделать это во вьюпорте, взять эту ракетку и начать ее куда-то перетягивать. Чтобы ровно ее переместить вниз, вам нужно зажать shift и перетянуть ее вниз так, чтобы не оставалось вот таких вот артефактов, которые будут торчать и будут некрасиво выглядеть в вашей композиции. Просто аккуратненько поставьте ее за рамки вашей композиции. Не нужно ее отставлять вот сюда, куда-то далеко. То есть достаточно будет ее поставить так, чтобы она не выглядывала у вас, чтобы кусок объекта у вас не торчал вот здесь вот. Почему не нужно ставить ее далеко? Потому что это расстояние, которое, эта ракетка будет проходить за кадром, соответственно, эта анимация будет все за кадром происходить, никто ее видеть не будет, поэтому делать такого не надо. Что у нас теперь есть? У нас есть, визуально мы видим, что у нас появилась какая-то траектория, да, объект у нас сместился вниз, и у нас теперь есть два ключа. Так как у нас есть уже два ключа, соответственно, у нас может происходить какая-то анимация между ними. Первый ключ у нас говорит, что объект у нас вот здесь внизу находится, потом проходит время, ровно одна секунда, и на секунде этот объект должен появиться уже вот здесь. Что мы сейчас видим? Как просмотреть нашу анимацию? Мы можем протянуть вот так вот рычажок таймайна, просто проскролить его быстро, да, либо медленно, прям по кадрам посмотреть, но это будет как бы не в реальном времени. Мы это можем сделать либо очень быстро, либо очень медленно, да. Чтобы просмотреть эту анимацию в реальном времени, нам нужно переместить рычажок таймайна на начало и нажать пробел на клавиатуре. Чтобы увидеть всю композицию полностью, я нажму на Fit, чтобы это было удобнее. Вот, теперь мы видим перемещение этой ракетки. Дальше, заметьте, вот этот вот проигрыватель, да, идет дальше, доходит до конца сцены и начинает заново проигрываться. Нам не нужно постоянно ждать до того, когда он дойдет до конца. Что мы можем сделать? Мы можем просто поставить сюда рычажок, нажать на пробел и дальше остановить еще раз пробелом. То есть пробел работает как пауза и play. Мы просмотрели ту область, которая нас интересует, после этого нажали еще раз на паузу, да, и дальше работаем. После этого, что происходит с нашей анимацией? Наша ракетка должна какое-то время постоять вот здесь в центре, а потом улететь наверх. И чтобы она у нас постояла, то нам нужен на вот эта вот пауза, да. То есть если мы просто возьмем и через время переместим ее наверх, куда-то, куда она должна улетать, да, то никакой паузы у нас не будет. Вот у нас летит ракетка в центр, а потом поднимается выше. Потому что у нас здесь ключ вниз, середина и вверх сразу. То есть постоянно у нас идет вот здесь вот анимация. Чтобы у нас произошла пауза, нам нужно продублировать вот этот ключ середины, чтобы он постоял какое-то время. Что мы можем сделать? Я удалю этот ключ. Чтобы удалить ключи, нужно просто их выделить. Вы можете выделить вот так, зажав клавишу мыши и вот такой вот рамкой. Кстати, эта рамка позволяет вам выделять сразу несколько ключей. Это очень удобно. Либо просто нажав на ключик и нажимаете на клавишах кнопку Delete. Что нам нужно сделать? Нам нужно продублировать этот ключик. Мы можем его либо скопировать, выделить его и нажать Ctrl-C и дать какое-то время, да, сколько он будет стоять, там, секунду, 5 фреймов, там, 10 фреймов. Допустим, если я поставлю вот так, то от секунды до 2 секунд эта пауза будет длиться ровно секунду реального времени. Больше-меньше это я буду решать уже, как мне поставить эти ключи. Если что, их всегда можно подвигать ближе и дальше, чтобы это расстояние либо увеличилось, либо сократилось. И я нажимаю Ctrl-V, чтобы вставить сюда этот ключик. Также я могу просто доставить это значение туда, куда хочу. То есть ставлю рычажок таймайна и нажимаю на вот этот ключик. Неважно, либо вы его копируете, либо нажимаете вот сюда, он у вас доставляется. И после этого, опять же, мы даем какой-то промежуток времени для того, чтобы ракета эта поднялась наверх, вот, допустим, вот столько времени, и передвигаем ее куда-то вверх. Что у нас теперь есть? У нас есть теперь вот такая вот анимация. Как нам с ней работать? Если я хочу, чтобы эта анимация была, допустим, быстрее, либо медленнее, мне нужно работать с ключами. Расстояние между ключами – это скорость анимации. То есть если я хочу, чтобы от вот этого ключа до этого ключа мой объект двигался быстрее, соответственно, что мне нужно сделать? Мне нужно этот ключик поставить ближе к этому, и теперь время у них сократится. Я беру этот ключ и ставлю его вот так вот ближе. Теперь у меня очень быстро залетает сюда ракетка, да, и дальше стоит все вот это вот время до этого ключа. Она стоит на месте и дальше улетает наверх. Если я хочу сократить вот эту паузу, опять же, я беру вот этот ключик и двигаюсь сюда. Но теперь у меня вот здесь получается большое расстояние. Теперь моя ракета будет медленнее лететь наверх. В общем, между каждым ключом расстояние – это скорость. Если вы поставите расстояние большое, то у вас будет анимация медленней. И если расстояние будет достаточно маленькое, то оно будет очень быстрое. То есть, допустим, сейчас это выглядит вот так. Меня это не сильно устраивает. Анимация очень быстрая, поэтому я расставлю ключи примерно так, чтобы это была более комфортная анимация. Ну, допустим, как-то так. Может быть, сделаю паузу вот эту дольше. Так, это две ключи. Вы можете двигать сразу два-три ключа, сколько вам будет удобно. Что мы можем делать дальше? После того, когда мы настроили скорость и нас все устраивает, мы должны определиться с временем анимации. В данном случае наша ракета начинает свою анимацию сразу же в начале видео. То есть, как мы только нажмем play, сразу же вылетает ракетка. Если мы хотим, допустим, чтобы наша ракетка вылетела после секунды, двух или трех, то что нам нужно сделать? Нам нужно взять вот здесь за слой и перетянуть его в то время, когда должна начаться эта анимация. Допустим, со второй секунды у меня должна начаться эта анимация, и я перетягиваю сюда этот слой. В итоге я нажимаю на play, у меня проходит две секунды реального времени, и только потом начинает анимироваться эта ракетка. Но в данном случае я ее поставлю не так далеко. Ну, куда-нибудь, вот, допустим, на 20-й фрейм. Пусть пока будет здесь. Вы имеете возможность в любой момент времени вернуться к вашему слою, поменять эти ключи, переписать их, удалить, подвинуть слой, в общем, сделать все, что хотите, заново переделать все, что вам не нравится. Что еще мы можем сделать с нашей анимацией? Для того, чтобы эта анимация была чуть-чуть плавнее, мы можем сделать такую функцию, которая называется Easy Is, это настройка ключей. Что нам для этого понадобится? Нам нужно выделить все ключи и нажать клавишу F9 на клавиатуре. Если она у вас не срабатывает, то нажимаем на один из ключей выбранных, Game Frame Assistant и вот здесь Easy Is. И наши ключики превращаются вот в такие песочные часы. До этого ключи наши были линейные, то есть их скорость была постоянная на каждом отрезке времени между двумя ключами. А сейчас эта скорость постепенно набирается, достигает своего пика и потом чуть сбрасывается до нуля. В общем, визуально анимация эта будет выглядеть немного интереснее, плавнее и чуть-чуть быстрее. Так, пока что с ракетой мы ее ставим и будем передвигаться к другим объектам. Если вам мешает вот это большое открытое поле, то вы всегда можете свернуть этот слой, и тогда вам не будет мешать его ключи. Если вы захотите увидеть ключевые кадры, которые у вас есть на этом слое, то вам нужно нажать клавишу U на клавиатуре, там где русская G. Вы ее нажимаете, у вас высвечиваются вот эти вот все ваши ключики, которые мы только что настраивали. Если у вас здесь будет заанимирован еще, допустим, Scale, либо Opacity, либо Rotation, то у вас высветятся все вот эти вот треки. В данном случае у нас заанимирована только позиция, поэтому высвечивается только она. Также, если вы хотите закрыть слой, можно также воспользоваться этой же клавишей, и нажать еще раз на U, и у вас он открывается и закрывается слой с помощью этой кнопки. Дальше. Чтобы заанимировать вот эти планетки, они у нас сейчас посмотрим, как анимируются. Они растут по Scale, с маленьким баунсом таким. Сейчас мы это сделаем на одной ракетке, а потом перекопируем анимацию на все остальные, потому что, по сути, у нас анимация однообразная на всех планетках, они просто растут, но она стоит в разное время, и поэтому выглядит более разнообразной. Нам нужно найти планетку любую, одну, какая вам больше нравится, и мы заанимируем ее. Допустим, я хочу выбрать вот эту планетку, но когда я нажимаю на нее, то у меня выбирается не планетка, а вот этот вот туман. У меня слой Fog номер один. Почему так происходит? Потому что этот слой с вот этим вот туманом, он по иерархии стоит выше, и рамка его достаточно большая, то есть она перекрывает все слои, которые лежат под низом. То есть куда я не нажала в рамках этого слоя, я выбираю только его, так как он выше по иерархии. И если вам мешают какие-то объекты, выбирают другие объекты, то вы можете поставить их на Log. Что это значит? Нажать вот сюда вот на чекбокс рядом со слоем, в данном случае это слой у меня номер один, и я ставлю этот чекбокс. И теперь, во-первых, я имею возможность выбирать какие-то остальные объекты под низом, которые находятся, потому что мне больше этот слой не мешает, я не могу с ним ничего сделать, он у меня залочен. Потом, когда, если вы захотите вернуться и работать с ним, то вы можете снять этот лог и продолжать с ним работу. В принципе, вот теперь вы его можете опять выбирать. Ну, сейчас я его пока что поставлю на Log. Дальше я выбираю вот эту планетку и смотрю, что я не вижу, где она здесь есть. Она находится где-то далеко. Я, конечно, могу проскроллиться вниз и увидеть. Вот у меня подсвечивается слой. Это значит, что это он, да, он выбран. Но я также могу найти быстро этот слой. Два раза нажав на клавишу U, ту же самую, которая показывает нам ключи, только нужно нажать два раза, ваш слой как бы здесь ищется, и ваши свои сразу вот так вот подбираются сюда, и вам удобнее их искать. Это достаточно быстро. Дальше нам нужно, как мы уже сделали это с ракеткой, открыть вот эту вот вкладочку, открыть вкладочку Transform и найти трек наш, который нас интересует. В данном случае это Scale. Но это не обязательно всегда делать, каждый раз открывать эти вкладочки, потому что существуют горячие клавиши, которые позволят вам выбрать тот трек, который вам нужен. Если вам нужно увеличить, уменьшить объект, то есть выбрать Scale, вы нажимаете на клавишу S на английской раскладке, и у вас высвечивается Scale. Если вы хотите анимировать по позиции, то вы нажимаете на P, если по Rotation, то нажимаете на R, и если хотите по Opacity анимировать, то сделать прозрачным объектом, вы нажимаете на клавишу T на клавиатуре. Все по первой букве, кроме Opacity, Opacity на клавише T. В данном случае нам нужен Scale, поэтому я нажимаю на клавишу S, у меня высвечивается Scale, и я начинаю здесь работать. Опять же, эта планета у меня сейчас того размера, который она должна быть уже, когда заанимируется. То есть вот она растет, и вот такого размера она у меня все статичное. Соответственно, я не буду ставить ключевой кадр в начале, то есть на нуле. Я отступлю, немного, допустим, там 15 фрейм, и ставлю ключевой кадр. After Effects запомнил 100% размер этой планетки на 15 фрейме. Дальше возвращаюсь во времени назад с помощью ретшишка таймлайна, ставлю на 0, и сбиваю это значение на 0. Теперь у меня эта планетка растет за 15 фреймов от 0 до 100. Я просматриваю свою анимацию с пробелом, и она меня устраивает. Единственное отличие ее от референса в том, что в референсе есть баунс. Заметьте, это такое вот пружинистое движение у этой планетки. Как мне его сделать? Мне нужно где-то на середине, либо ближе там ко второму ключу, поставить значение больше, чем то значение, к которому растет этот объект. То есть, если у меня здесь 0, здесь 100, то если я поставлю здесь там 110, либо 115, то у меня как раз будет эффект вот такого вот баунса. Ну, допустим, ой, я потеряла этот слой. Опять же, ищу его два раза, U нажимаю. Вот он. И здесь ставлю 110. И смотрю на свою анимацию. То есть, вот теперь у меня есть маленький баунс. Что я могу также сделать с этими ключами? Так же, как с ракетой, я выделяю все ключи и нажимаю клавишу F9, и у меня эти ключики становятся easy. Меня устраивает анимация. Если вас устраивает скорость, то вы оставляете эти ключи. Если нет, то вы настраиваете скорость. То есть, делаете анимацию медленнее, допустим, вот таким вот образом. Либо быстрее, наоборот, ставите ключи ближе друг к другу. То есть, в принципе, как вам нравится больше, так и оставляете. Я сделаю... Вот как-то так, наверное, да. Вот так вот меня устраивает эта анимация, и я хочу ее же перекопировать на все остальные объекты, которые у меня здесь есть, на все остальные планетки. Что мне нужно сделать? Вы можете вот так вот выделить рамкой Scale и скопировать, нажать Ctrl-C. Либо, чтобы выделить все ключи на этом треке, вам нужно просто нажать на надпись вот здесь, на Scale, и они выделяются. И нажимаете Ctrl-C. После этого берете рычажок таймлайна и ставите его на начало. Это, в принципе, не обязательно, но вам будет удобнее просто так. Ставите на начало и выбираете все планеты, которые у вас здесь есть. Это все вот эти фиолетовые слои. В данном случае 20-й у меня уже заанимирован, да, это вот та моя планетка была. Теперь мне надо выбрать с 19-го по 6-й слой. Я выбираю с Shift-ом, то есть я нажала на 19-й слой, потом дошла до 6-го, зажала Shift и клацнула на 6-й. И таким образом выбрала вот эти все слои вместе. После этого нажимаю на Ctrl-B. И у меня все планетки пропали, потому что в этом времени они сейчас стали нулем. Дальше я могу просмотреть свою анимацию и она у меня идентичная на всех планетах. То есть она перекопировалась и вся происходит в одно и то же время. Чтобы посмотреть ключевые кадры на вот этих слоях, нам нужно, опять же, нажать на клавишу U. Мы нажимаем на клавишу U и я вижу вот все вот мои ключи. Они все стоят в одно и то же время, поэтому анимация вся происходит одновременно. Что нам нужно? Нам нужно расставить эти планетки все в разное время в каком-то рандоме. То есть не обязательно повторять это прямо точно за мной. Просто возьмите эти слои, какой-то поставьте чуть позже, еще там позже, ну и раскидайте их так во времени, чтобы они не все разом анимировались, а через какой-то там промежуток. Какой-то слой поставьте на в начале, какой-то слой там, не знаю, на секунде, какой-то слой там на 10, какой-то слой на 15, так как захотите. И теперь они у меня в разное время. Если, видите, они у меня сейчас достаточно быстро все появляются, если я хочу больше промежутков, мне просто нужно чуть подальше отставлять вот эти вот свои во времени. Вот такой вот результат в принципе меня устраивает. Так, с планетками разобрались. Идем дальше. Дальше у нас есть еще вот такие вот созвездия и звездочки. Они у нас появляются в референсе. Посмотрим. по opacity. То есть они постепенно проявляются. Можно смотреть на вот это созвездие, оно достаточно большое, чтобы понять, что происходит. Мы можем, опять же, сделать эту анимацию на одном слой, а потом перекопировать на все остальные. Либо же, так же вот как со скейлом, либо же мы можем сразу выделить все интересующие нас свои. Это все звезды с 21, опять же, нажавая на 21, потом нашла последние 50, зажимаю shift и клацаю на 50. У меня выделяются все звездочки. Все те свои, которые должны по opacity анимироваться. И я нажимаю на клавишу T на клавиатуре, которая высвечивает мне opacity. Это ход кейт такой для opacity. после этого я ставлю ключик. Сейчас у меня все opacity на 100%, то есть видны полностью объекты все. Я опять же делаю анимацию в обратном направлении, как бы немного отступаю сначала вперед, потом возвращаюсь назад. То есть я отступаю вперед, допустим, 20 фреймов, ставлю ключики везде на opacity, ставлю на одном слой, у меня везде сразу проставляется, так как они все выбраны у меня. Беру рычажок таймлайна, возвращаюсь на 0 и ставлю опять же в одном из слоев выбранных opacity на 0 на клавиатуре, просто клацаю вот сюда в любое пустое пространство и у меня применяются вот эти вот теперь нули ко всем своим моим выбранным. И я просматриваю свою анимацию. То есть все звезды у меня сейчас одновременно начинают по opacity проявляться. Чтобы опять же эта анимация была чуть-чуть помягче, я могу вот так выбрать все ключи во всех слоях, которые меня интересуют. Рамкой вести вверх мышку выбираю и нажимаю на клавишу F9. И после этого я точно так же как с планетками раскидаю во времени эти звезды, чтобы какие-то чуть позже анимировались, какие-то раньше анимировались. Просто в полном рандоме не нужно следовать никакой последовательности. В принципе она будет не сильно заметна. Если у вас есть задание определенное, где должна быть какая-то определенная последовательность, то вы конечно можете поставить эти элементы в той последовательности, в которой они должны быть. Но в данном случае в данном анимации нам не важно. Не важно в какой последовательности будет идти анимация. Поэтому мы просто рандомно их раскидаем. Ну, как-то вот так допустим рассмотрим. Меня устраивает. Если вам что-то не нравится, вы хотите, чтобы какой-то объект позже раньше анимировался, то вы можете его найти и поставить позже, раньше, время анимации уменьшить и увеличить, настроить так, как вам больше нравится. Так, просматриваем. Двигаемся дальше. Что у нас еще есть в этой анимации? Если мы посмотрим на референс внимательно, то у нас здесь есть вот такие как падающие звезды. Вот одна и вторая летит. Мы их можем сделать с помощью вот этих вот слоев. Опять же, я нажимаю вот здесь во вьюпорте на этот слой, чтобы его быстро найти вот здесь. Я два раза на U нажимаю и вот он подбирается. Это третий и четвертый слой Shooting Star, который называется. Они эти слои просто перемещаются отсюда из-за кадра вот сюда. Просто вот таким вот образом. Они вот так просто пролетают. Они пролетают быстро и у них стоит эффект Motion Blur, который позволяет их размазать в движении и они получаются вот такими вот падающими звездами. Давайте это сделаем. Берем эти слои, вы можете сразу два взять, то есть выделить и этот слой и этот слой с шифтом и переставить их сразу вот сюда за кадр и нажать на клавишу P и проставить одному из слоев здесь ключевой кадр. На втором он появится также, потому что выделены два слоя вместе. После этого отступаем время и время это должно быть как бы небольшое, потому что чем быстрее будет двигаться объект, тем больше его будет смазывать. С помощью Motion Blur как раз таки нам это и нужно, поэтому я пока что отступлю на 10 фреймов. Если нужно будет потом подвинуть, то я подвину потом эти ключи. И беру эти планетку за одну из них и тяну куда-то вот сюда, то есть вот такую траекторию выставляю им. Что у меня сейчас есть? У меня есть вот такая анимация и выглядит она так, как будто две горошинки какие-то просто пролетают у меня мимо экрана. Почему они не размазываются? Потому что на них нет еще Motion Blur как его включить? Вот здесь вот есть настройки и нас в данном случае интересует вот эта функция Motion Blur и чекбоксики вот эти напротив каждого слоя вы ставите этот чекбоксик и включаете его также вот здесь и тогда ваши планетки вот они размазались и превратились в падающие звезды если у вас нет этого меню то внизу вот здесь вот есть такая графа она называется topwillswitches которая позволит вам переключать менюшки и когда вы найдете вот это меню проставьте вот здесь вот Motion Blur и включите его вот тут в превью дальше они сейчас выглядят они одновременно передвигаются поэтому выглядят они не так как мне нужно они не очень похожи на падающие звезды потому что они вместе летят параллельно поэтому я отставлю одну чуть-чуть позже другую чуть-чуть раньше и наверное я эту анимацию перемещу чуть-чуть попозже во времени всю сейчас они больше похожи на падающие звезды но у меня вот здесь в начале и так очень много анимаций у меня начинают расти планетки звезды много всего происходит поэтому я лучше вот эту анимацию смещу чуть-чуть попозже допустим вот в этот момент когда у меня ракетка стоит вот здесь. Больше ничего особо не происходит. Я вот сюда смещу вот эту анимацию по времени. То есть теперь у меня анимируется планета-звезды, потом ракета, потом вот эти падающие звезды, и дальше ракетка улетает наверх. Дальше. Как у нас еще отличается наш референс от той анимации, которая у нас уже есть? На заднем фоне вот здесь есть такой шумящий фон. Как его сделать? Это эффекты стилизации, которые лучше делать в самом конце, потому что они очень тормозят ваше проигрывание во вьюпорте, ваше видео, которое вы делаете, и работу в принципе в целом. Поэтому лучше такие эффекты вложить уже в самом конце. Кстати, вот эта зеленая полоса значит то, что ваше видео полностью просчиталось, то есть компьютер просчитал эту всю анимацию, которая здесь есть, и когда вы нажимаете на пробел, он играет ее в реальном времени без подтормаживания. Но если у вас вот здесь вот есть черные промежутки какие-то, то есть вот допустим я что-то меняю, у меня появляются черные промежутки, это значит, что здесь компьютер может тормозить, и он будет просчитывать эту анимацию. Покуда полоска не станет зеленой, то анимация может не идти в реальном времени. Как только она становится зеленой, то тогда вы проигрываете еще раз, и ваша анимация, вы уже точно знаете, что она проигрывается в реальном времени. И когда вы накинете этот эффект стилизации, то у вас очень долго будет ваша сцена грузиться в зависимости от того, какой у вас компьютер, но ничего страшного, вы просто делаете это в самом конце, потом ждете какое-то время, чтобы у вас компьютер все это просчитал, и проигрываете уже, смотрите в реальном времени вашу анимацию. Так, находим вот эти объекты, на которых у нас на вот этих кружочках есть этот эффект стилизации, который выглядит как такой шумный эффект, побитый на пикселе. Вот это у нас первый, пятьдесят второй слой. Что нужно сделать? Какой-то из этих слоев, неважно какой, будет первый. Давайте вот пятьдесят первый выбираем, правой кнопкой мыши классаем, эффект, выбираем эффекты. Эти эффекты находятся в вкладке стайлайз и скаттер. Выбираем его, и что мы здесь настраиваем? Мы здесь настраиваем скаттер аммаунт, который позволяет нам бить вот здесь вот на пикселе наш объект. Вы можете увеличить это значение от нуля до тысячи, ну допустим я поставила на тысячу на максимум, чтобы убило это все, и что после этого также вы делаете. Смотрите, сейчас если я нажму на play, мой эффект, он не шумит, а в референсе он шумит. То есть он постоянно меняется. Чтобы он менялся, мне нужно поставить вот здесь галочку в чекбоксе на randomize every frame. Это значит, что каждый кадр, эти пиксели будут смещаться, они будут меняться, и соответственно будет создаваться такой шумный эффект. Вы нажимаете сюда на randomize every frame, и после этого ваш компьютер уже будет грузиться намного хуже. Видите, сейчас уже плоховато. Он грузит, но ничего страшного, это так и работает в принципе у всех, если у вас там не супер-супер мощный какой-то компьютер. Поэтому я и говорю, что эти эффекты обычно вложатся в самом конце. Так, теперь у нас шумит этот эффект, все хорошо. Что мы можем сделать? Там такой же эффект нужен на втором слое. Мы можем его просто перекопировать. Вот здесь берете, выделяете этот эффект, нажимаете на control-C, и вот сюда вставляете этот эффект, нажимаете на control-B. И теперь у вас на двух слоях этот эффект, и смотрим, как он работает. Если же у вас очень сильно тормозит компьютер, и вы прям ничего вообще не можете видеть, вы можете понизить вот здесь вот качество, поставить его хуже, и посмотреть, как это будет работать. В принципе, вообще, если и до этого, когда вы работаете с какой-то анимацией, она у вас достаточно тормозит, просто снести качество. Это качество вида во вьюпорте, то есть ничего не случится с вашими объектами, они также будут в качестве такие же, как и есть, просто визуально они станут хуже, и анимация будет лучше грузиться. Потом вы в любой момент можете вернуться на quality full и посмотреть, как выглядит ваша анимация. Так, я нажму на фит. И вот такая вот у нас анимация получается. Сейчас вот здесь вот еще догрузится, и мы просмотрим нашу анимацию, которая у нас получилась. Можно не ждать прям до самого конца, потому что, в принципе, вот здесь у нас уже ничего не анимируется. То есть какую-то секунду, да, времени у нас все уже достаточно статичное, поэтому мы можем уже просмотреть, что у нас здесь есть. Вот такая вот анимация у нас получилась. Сейчас она как раз уже догрузится. Вот. И теперь мы можем ее посмотреть, что у нас вышло. Если вам что-то не устраивает, вы всегда можете вернуться к любому из этих слоев, поменять его ключи, что-то удалить, сделать анимацию быстрее, медленнее, добавить какую-то анимацию и так далее. Чтобы сохранить ваш файлик с этой анимацией, вам просто нужно нажать на файл, сейв и сохранить его у себя на компьютере. Кстати, лучше сделайте это в самом начале и сохраняйтесь какое-то время, там, через каждые, допустим, 10 минут работы, что если у вас вдруг закроется и вылетит программа, то вы могли не потерять какую-то часть вашей работы. В принципе, это все.